Как вы лично и ваши коллеги оцениваете результат саммита в Вильнюсе? Был ли это тот максимум, который на данном этапе большой войны в Украине партнеры, в том числе и Литва, могут обеспечить Украине? Ну, конечно, я как парламентарий могу себе позволить более откровенности. Так что я скажу, что нет, максимум не был достигнут. И мы думаем, что до следующего саммита, до Вашингтона, будем все работать очень серьезно, чтобы все-таки помочь деконстрировать, разбить мифы, которые Россия все еще, как мы видим, эффективно имплантирует в головы предпринимателей решений в наших больших странах НАТО. Я имею в виду Соединенные Штаты и Германию. Ну, более всего, наверняка, все-таки Соединенные Штаты. Потому что вы все, наверное, слышали господина Салливана, как он выразился про членство Украины в НАТО. И в этом смысле, да, мы думаем, что все-таки приглашение, конечно, понимая, что само принятие в НАТО займет пару лет, пока разрешится проблема освобождения Ваших территорий, но приглашение могло бы быть. И потому мы думаем, что это могла бы быть максимум самая сильная весточка. Но то, что появилось в тексте коммуниката, слово «invitation», «invitation to Ukraine will be extended», когда будут соблюдены conditions, как это сказать по-русски? Условия. Условия. И все НАТО-члены на это согласятся. Ну, это формальная такая формулировка, потому что мы все должны были соблюсти условия, чтобы стать членами НАТО. И, конечно, все должны согласиться. Вот вы видели, что происходило со Швецией, когда Турция и Венгрия играли свои национальные игры. И только после того, как Эрдоган изменил свое решение, только тогда мы можем как блок приветствовать Швецию. И то еще ждем, когда турецкий парламент это ратифицирует. Так что, если мы будем говорить о Украине, я думаю, что максимум не был достигнут, только компромисс. Но когда мы говорим вообще о менталитете НАТО, о понятии ситуации, о адекватности, о асессменте ситуации, да это был хороший форум, потому что и Швеция, наконец, получила зеленый свет, и новые региональные планы обороны уже очень четко понимают, что после Буча и Репини никакой deterrence by punishment, то есть наказанием отбить Россию невозможно. И то, что мы должны пойти на переднюю оборону, это уже всем четко ясно. И я думаю, что это хорошо. Так же, как и минимум 2% GDP для обороны. И это тоже сказано в коммуникате, что даже этого будет недостаточно. Мы вернулись в новую эру холодной войны, которая еще тяжелее. Хочу сказать, что Литва, несомненно, сильный партнер, который помогает Украине с вооружением. Мы за это очень благодарны. Но, конечно же, украинский народ и президент хотели бы уже быть членами Альянса. Но в то же время мы понимаем, что членство в НАТО непосредственно зависит от нашей победы. В первый день саммита от президента Украины звучала некая критика в сторону участников НАТО. Западная пресса сразу же написала, что критика Зеленского удивила участников саммита. Понимают ли западные парламентарии, почему украинская дипломатия и наше общество позволяют себе немного резкие высказывания даже в сторону союзников? Я имею в виду, понимают ли Запад тот ужас и ту боль, с которым живем мы, украинцы, просто каждый день? Да, конечно. Потому что если бы такие слова сказал бы кто-либо другой, президент какой-либо другой страны, ну, наверняка был бы большой дипломатический скандал. И я уверена, что наверняка некоторые бы даже условия были изменены на худшую сторону. Но потому что все понимают, как трудно Украине. Это было принято как, ну, конечно, президент, который стоит в очень трудных обстоятельствах. Конечно, эмоциональная реакция немножко разная. То есть наш регион, балтийские страны, Польша, страны, которые были оккупированы или наполовину оккупированы Россией, мы, конечно, приняли это вообще нормально. Наши коллеги из западной части НАТО-блока, ну, может быть, как вы вот и видели, немножко как-то похолоднее наверняка на это среагировали. Но в этой ситуации я джестифай, как это... Я думаю, что все методы возможны, потому что вы боретесь за жизнь своих людей. И если с одной стороны, да, я понимаю, и эти аргументы, что все-таки это была очень быстрая перемена позиции вашего общества. Например, Литва с 90-х годов, как только мы отбили свою независимость, мы 14 лет с самого первого момента, когда высвободились, бороли за то, чтобы стать членами НАТО. Все политические партии соглашались, все общество наше было за. И за 14 лет мы получили членство. Ваше общество изменило радикально свою позицию во время войны. И для Запада, которые, ну, как-то помедленнее двигаются, ну, это мы, литовцы, прытки такие, но там людям за один год изменить радикально свою позицию насчет Украины, это слишком быстро. И мы знали, что шанс маленький, но все равно бились за это и будем биться. Потому что, вот посмотрите, какой большой прогресс. Потому что все равно выбили это слово приглашение в коммунике. И насчет этой канцел, как это там, совета НАТО и Украины, это что-то, это совсем другое, чем совет, который был Россией и НАТО. Потому что там был коммуникационный канал с противником. А здесь это будет такой, как бы, кризисный клуб, где на равных будут сидеть Украина и НАТО-блок, и решения насчет дополнительной помощи, насчет оружия, насчет кризисной помощи и так далее. Ну, там вообще-то потенциал очень большой. Надо им воспользоваться. И, конечно, вот этот еще дополнительный коммуникат G7 стран, который говорит, что сколько нужно, и очень больших объемах Украине будут помогать. Вот это, мне кажется, тоже важно. Потому что это займет хотя бы несколько лет. И высвободить территорию, и отстроить страну, и помочь вам стать на ноги. И без G7 это было бы трудно. Так что в этом смысле, я думаю, что это была тоже очень важная часть. Хотя эмоционально мне очень больно, как и, наверное, всем в Литве. Вилла, а какой главный сигнал, по вашему мнению, получила Россия от всех участников саммита? Ну, видя, как они агрессивно реагируют, так они поняли, что Украина еще больше приблизилась к НАТО. Один, это то, что все-таки оружием НАТО сейчас Россия получает в глаз. А второе, это то, что все-таки уже сказано четко про приглашение Украины и про долгосрочный, долголетний план помощи Украины. И хотя эта госпожа, которая много пьет, Захарова, да, она что-то там пыталась оскорбить вашего президента, но это выглядит абсурдно и смешно. Потому что в этой ситуации мы все видим, что для России уже очень четко все это ясно, как все происходит. И хотя некоторые кибернетические инциденции Россия организовала во время саммита, да, их было очень много, мы, конечно, справились с большинством из них, из-за некоторых идет расследование сейчас. Но, как вы знаете, то, что они грозили сделать во время саммита, даже доходя до того, что операции о провокациях у наших стен, ничего этого такого они не сделали. И это еще раз показывает, что они очень все-таки рационально смотрят на то, какой противник. И Украина будет не только очень важным членом НАТО, но самым сильным членом НАТО в смысле ваших компетенций и опыта с противником, с Россией. Потому что надо не забыть, что НАТО-блок был создан охраняться, защищаться от России. И все это еще продолжается. Кстати, о угрозах. Перед открытием саммита НАТО в Вильнюсе президент Литвы Гитанос Науседа назвал Беларусь одной из губерний России и заявил, что она стала дополнительным фактором в вопросе безопасности и призвал союзников по Альянсу обратить внимание на безопасность в регионе. Судя по этому заявлению, Литва тоже чувствует угрозу со стороны страны-союзника Российской Федерации. Не так ли? Ну да, конечно, мы же видим, как Беларусь себя ведет. И режим Лукашенко, он угрожает Литве откровенно уже достаточное время. А сейчас, когда решается вопрос Вагнера и еще дополнительное размещение ядерного оружия в территории Беларуси, и то, что Беларусь очень активно использовала и использует свою территорию для нападения на Украину, показывает, что она также может стать активной платформой использования для солдат России, если они решатся, например, напасть на коридор Сувалки. Потому что давайте не забудем, что больше, чем одна треть россиян думает, что уже сейчас есть оправдание для специальной операции, чтобы занять коридор Сувалки. И это тоже о чем-то говорит. Как мы видим в коммуникате НАТО, этому уделено внимание. И очень четко сказано, что все-таки всякие мувменты, как это попытки со стороны Беларуси и России вместе или по одному, они будут приняты очень серьезно. И извините, я учила русский как второй иностранный язык в школе, и это не очень мне хорошо удается. Надеюсь, что после войны... Поверьте, мне тоже безумно сложно это удается. Напоследок хочу еще спросить. Санкции против граждан Российской Федерации. Мы видим, как они уже действуют на территории Европейского Союза. Как часто Литва отказывает русским в праве на проживание на территории Литвы, ну или желание получить гражданство? Мы сейчас имеем только исключения, то есть очень маленькое число, их получает возможность, то есть это те люди, которые первые проверены нашими службами, и они являются членами семьи тех людей, которые многие годы живут в Литве. До того, как Путин и Россия напали на Украину, им, наверное, уже было давно ясно, что такое Россия, что там происходит. Но когда мы говорим о просьбах, я, может быть, поделюсь такой интересной деталью. Все еще есть такие очень интересные люди из России, из Беларуси, которые заполняют просьбы, что они хотят получить вид на жительство в Литве, но на вопрос, потому что мы включили вопросник, конкретный вопрос про Крым. На вопрос, чей Крым, они отвечают, что Крым Россия, и на вопрос, что они думают о инвазии России в Украину, они ее поддерживают. Чего они надеются? Ну, такие ответы нам показывают, это, ну, знаете ли, ну, вообще-то, конечно, это не решающее. Мы и так знаем, кто есть кто. Но это очень наглядно показывает, что это война не только Путина, что это война России, и российское общество, это общество, которое мы, наверное, в нашей жизни еще не увидим, когда она станет демократичной и нормальной страной, а не кровавой империей. Спасибо вам большое, что присоединились к нашему эфиру, и спасибо всей Литве за то, что поддерживаете Украину в этой сложной войне, и будем рады еще вас видеть в наших прямых эфирах. Напомню, Девила Шакаліна, депутатка Сайму Литвы, членкиня Комитету нацбезпеки и обороны Литвы, была с нами на прямом связку. Дякую. Субтитры сделал DimaTorzok